Здравствуйте! Вы смотрите новости. В студии Максим Булкянов. Коротко о главном. Нацелены на экспорт кустанайские птицеводы, намерены освоить рынки Афганистана, Ирана и Китая. Подробнее о перспективе развития производства расскажет Ярослава Богатерева. В Кустанайской области торгово-развлекательные центры и крупные магазины устраняют нарушения пожарной безопасности. О том, какие объекты попали в список нарушителей, расскажет Екатерина Комиссарова. Сегодня для выпускников школы Кустанайской области прозвенел прощальный звонок. О том, как прошла линейка и как идет подготовка к выпускному, расскажет Динара Абдирова. Кустанайскую область с рабочим визитом посетил премьер-министр Казахстана Бакаджан Сагентаев. Среди объектов – Руднинская птицефабрика, на которой реализуется новый для всего Казахстана проект по цифровизации производства. Благодаря этому производство яиц увеличилось в разы и перед местным предприятием открылись иностранные рынки сбыта. Куда уже поставляют отечественный товар и каковы дальнейшие перспективы, нам расскажет Ярослава Богатырева. Проект цифровизации производства, по словам руководителя птицефабрики, реализован уже на 90%. Уже сейчас темпы производства впечатляют. Работа птицефабрика начиналась с 7 миллионов яиц в год. Сегодня объем вырос до 250 миллионов. Сегодня кустанайская птицефабрика входит в тройку лидеров по стране. И теперь ставку делают на экспорт. Кустанайский товар уже можно приобрести на российских, киргизских, таджикских и афганских прилавках. Приоритетные рынки в этом году для нас стали Иран и Китай. Мы, кстати, уже готовы отгружаем продукцию, проработали с минисельхозом. А Китай работает с минисерством сельскохозяйственным. Наши два государства отрабатывают вопросы по ветеринарным документам. Я думаю, что к концу года мы уже доведем до положительной логики и начнем экспортировать. Потому что китайский рынок для нас очень важен. Мы можем до 2 миллиардов яиц отправлять на китайский рынок. Оставшиеся 10% цифровизации завершат в ближайшие 2-3 года. Собственные инвестиции в производство около 2 миллиардов теньем. Когда проект будет завершен полностью, на фабрике будет работать дистанционное управление процессом. То есть за технологическими процессами можно будет наблюдать через компьютер. С ходом реализации проекта ознакомился премьер-министр Казахстана Бахаджан Сагентаев. И мы говорим всем, хочешь получить помощь, работая на экспорт. Пойдешь на экспорт, получишь все. Конечно, хотел сказать, наша отрасль импортзависимая. По племенному материалу мы зависим очень серьезно. 12 миллионов суточных цыплят – это потребность казахстанских производителей Казахстана. 9 миллионов – это импорт, 75%. Мы планируем построить плем-репродуктор, который нам, во-первых, поможет реализовать проект и закрыть импорт на 40% в первый этап. Но мы будем увеличивать. Но самое главное – это ведь их нормы безопасны. В плане цифровизации мы проработали ЕЦИ и логистичность, чтобы видеть Казахстан, мы с миссинг-позом прорабатываем именно маркировку Казахстана, чтобы видеть, как это влияет на внутренний рынок и дальше планирует производство. Мы его можно как пилот запустить. Действительно, да, мы как пилоты осматриваем фабрику. Мы уже все бытового не пропустим. В ручном режиме, как пилот, и помогать. В перспективе на птицефабрике расширит ассортимент продукции. Здесь будет запущена глубокая переработка куриного мяса, а также яиц, выпуски яичного порошка, сырья для фармацевтической промышленности. В ход пойдут даже отходы производства. Из пичевого помета будут производить удобрения. Диара Хмичин, Рослава Богатырева, РТН, РУДНИК. К другим темам. В Кустанайской области торгово-развлекательные центры и крупные магазины устраняют нарушение требований пожарной безопасности. Проверки объектов торговли начались 29 марта по поручению Генеральной прокуратуры Республики после трагических событий в торговом центре «Зимняя вишня» в городе Кемерово. Из 60 объектов нарушения выявили на 44. О том, какие объекты попали в этот список, нам расскажет Екатерина Комиссарова. После трагических событий в торговом центре «Зимняя вишня» в городе Кемерово по поручению Генеральной прокуратуры Казахстана с 29 марта начались проверки объектов торговли. В Кустанайской области в итоге выявили более 400 нарушений противопожарных норм. Из 60 объектов только 16 оказались без нарушений. Характерные нарушения по результатам проверок – это содержание пути эвакуации, это загромождение пути эвакуации, отсутствие указателей, открытие дверей не по пути следования. В Кустанайской области имеются неисправности автоматической пожарной сигнализации, пожаротушения и систему повещения. 44 объекта в Кустанайской области сейчас устраняют нарушения. В этот список попали такие магазины и развлекательные центры, как ЦУМ, торгово-развлекательный центр «Кустанай-Плаза», торговый центр «Астыгжан» и «Солнечный», «Ямшан», «Автодом». Есть в этом списке и торгово-развлекательный центр «Март». Сейчас здесь ведутся ремонтные работы и на это, как отмечает заместитель директора по эксплуатации торгово-развлекательного центра «Март» уже затрачены немалые средства. Мы сейчас ремонтируем пожарные гидранты, они вышли из строя, по предписанию нам дали срок. Мы немножко не успеваем, но, наверное, до середины июня мы их заменим на новые. Сейчас мы их заказали, будут польские гидранты хорошего качества, что более долговечные, 10 лет на них гарантию. Но предыдущие гидранты за 6 лет вышли из строя. Мы рассчитываем это все сделать. Также у нас по пожарной автоматике, по сигнализации мы тоже налаживаем все, добавляем необходимое количество датчиков. Так как были при перепланировке, не везде их хватало по существующим нормам. Мы это все сейчас в ближайшее время исправим. Как сообщили в департаменте по чрезвычайным ситуациям, чтобы устранить нарушение требований пожарной безопасности, объектам торговли дали срок до одного месяца. Если их не устранят, то торгово-развлекательные центры и крупные магазины не только штраф заплатят, их могут и вовсе закрыть. Виктор Ваташко, Екатерина Комиссарова, РТН. По делу об убийстве 15-летней кустанайской школьницы допрошен подсудимый. Напомним, в совершении преступления обвиняется ранее судимый за убийство отец девочки. Преступление было свершено без свидетелей и поэтому обвиняемый был единственным человеком, который мог рассказать, почему он напал на дочь. На допросе присутствовала наша съемочная группа. Согласно версии обвинения 17 марта этого года в частном доме по улице Касымханова 44-летний Сергей Клепиков в ходе ссоры на почве того, что 15-летняя дочь Оксана не слушалась его ножом, нанес ей множество ранений, от которых девочка скончалась. Непосредственных свидетелей в совершении преступления нет, поэтому пролить свет на тайну того, что же послужило причиной убийства, мог только сам подсудимый. Отвечая на вопросы участников процесса, он рассказал, что в тот день после работы выпил с другом в одном из баров по две кружки пива и пошел домой. Там он разделся, поздоровался с дочерью и поднялся на второй этаж. Минут через 20 я спустился вниз, не знаю, что на меня нашло, я хрен не могу объяснить. Взял ножик, зашел в ванную комнату, на кухне, нанес своей дочери два удара в грудь куда-то и два удара в спину куда-то. После этого я как бы, я не знаю, то ли в себя пришел, то ли как. Начал наносить себе ножевые ранения. Ударив себя два раза, Клепиков, по его словам, потерял сознание. Придя в себя, нашел телефон, позвонил товарищу, попросил вызвать скорую. После он вновь отключился и очнулся только в больнице. До этого, по словам Клепикова, у него не было никаких скандалов и ссор с дочерью. Отношения, утверждает он, были очень хорошими. Об этом же говорит и его сестра, тетя девочки, которая и воспитывала ее. А подсудили сам рука? Нет, он наоборот успокаивал, потому что она надугая, она такая, бывает, что обикчивая. Я ей сказала, что под на ней ходи, если что звонила, мы тебя встретим. И правильно, что подсудимый вступался между вами и потерпевшим? Ну, получается, ну, ее жалел, когда я ее беду в трудаху. Я по стружке не относилась, а он помягче. Гособвинитель напомнил, что в 2004 году Клепиков убил свою бывшую супругу, мать Оксаны, за что был наказан и провел в местах заключения 12 лет в 2016 году, освободившись условно-досрочно. Подсудимый сказал, что тогда на это была причина. Мотив же совершения этого преступления он не назвал даже после напоминания судей о том, что ему может грозить и пожизненное заключение. Со мной что-то случилось, не знаю. Она здесь ни при чем. Я не знаю, откуда эта агрессия взялась. Я особо, я знаю, что это я делал, но как я это делал, в каком состоянии я был. Я не могу ответить, я не знаю. Я не могу ответить, я не могу, я не знаю. На процессе вскоре должны состояться прения сторон. Монорбек Асколов, Виталий Луговской, РТН. К 17 годам лишения свободы приговорен 28-летний житель Кустанайской области. Он подозревался в том, что в новогоднюю ночь убил 76-летнюю односельчанку и поджег ее дом. Как выяснилось, изначальной целью злоумышленника была кража, потому что в доме у соседки он увидел два мобильных телефона. Подробности расскажут мои коллеги. Обстоятельства совершения преступлений после процесса описал председательствующий по делу судья Байраисов. 1 января этого года после тушения пожара в одном из частных домов поселка Аман-Карагая у Лейкольского района было обнаружено тело хозяйки, 76-летней Марии Ярошенко. Позже проведенная экспертиза показала, что женщина умерла не от пожара. Смерть пенсионерки была насильственной. В орбиту подозреваемых попала семья соседей, в которой были двое сыновей. Один из них, Талгат Кужахметов, в канун праздника как раз вернулся с заработков из Кустаная домой. Выяснилось, что пожилая соседка, оставшись на Новый год одна, пришла к соседям встречать праздник. Бабушки чуть-чуть выпивали, там и бутылка коньяка, она что-то там принесла. Мы вместе встречали Новый год. После Нового года, где-то приблизительно половина первого, как установлено, бабушка сказала, пойдет домой. Ну, а подсудимый Кужахметов говорит, она даже давала ее сотовый телефон, а у нее сенсорный. Талгат, как поначалу рассказывал, проводил соседку до калитки. Но через шесть дней он в полиции написал явку с повинной и рассказал, что проник в дом пенсионерки, желая получить сенсорный телефон. В жилище он нашел еще и второй подобный аппарат, оставленный внуком хозяйки. Бабушка проснулась, он ее задушил. И чтобы скрыть следы, поджег дом. Однако в суде Кужахметов заявил, что признание написал под давлением со стороны следствия. Суд, инициировав проверку этой информации, доказательств ей не нашел. Видеозаписи показаний подозреваемого на месте, по мнению суда, подтверждают вину подсудимого полностью. Сотовый телефон, при нем изъято присутствие понятых. Зарядное устройство сразу не могли обнаружить в туалете. Когда сказали, что не нашли, подсудимый Кужахметов, если сейчас осужден, он показал, говорит, там в углу. Также суд запросил и детализацию звонков украденных сотовых телефонов, которые при изучении также послужили подтверждением виновности подсудимого. Путем частичного сложения наказания, к отбытию наказания, назначить 17 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовной исполнительной системы максимальной безопасности. Также суд постановил взыскать с Кужахметова в пользу родственников погибшей возмещение материального ущерба в размере 1 миллиона 600 тысяч тенге и денежную компенсацию морального вреда в 2 миллиона тенге. Виктор Ваташко, Наталья Луговская, РТН В Кустанае, в одном из жилых домов, первый этаж стал настоящим канализационным стоком. Смецифический запах стоит не только в подъездах, но и в квартирах. Проблема не решается уже почти год. По словам жильцов, они устали бороться с бездействием местного ПКСК, которое, к слову, расположено в этом же доме. Судя по всему, их этот запах нисколько не смущает. В ситуации разбирались мои коллеги. Жильцы двух домов по улице Ворошилова устали бороться с ПКСК. Как говорят люди, отсутствие света в подъездах, обшарпанные стены и разбитая кровля крыш – это не самое страшное в этих домах. Неприятный запах начинается с подъезда. Здесь, под деревянными досками, скопление канализационных отходов. Все, что спускается в канализацию в квартирах, остается здесь, под деревянными досками. Причем, как говорят жители, каждый день они подвергаются риску провалиться в эту жижу. Доски настолько прогнили, что неизвестно, когда и под кем они обрушатся. Жильцы первого этажа дома номер 3 по улице Ворошилова принимают весь удар на себя. Из 50 квартир канализационные отходы остаются на первом этаже. По словам жильцов, сначала сантехники все откачивали. Но из-за неисправности труб смысла откачивать канализационные отходы больше нет. Ходить невозможно, у меня вес большой. Доски совсем никуда идешь, они пляшут. Думаю, сейчас поломается и улетишь туда. И как быть потом, и не вылезешь оттуда. Бесполезно, ничего, света нет. Даже вечером света нет, ходим с фонариками. Вот этим мы всем дышим. У меня вот одышка, я очень болею сильно. Особенно вот это последние две недели прям вообще, аж уже скорую себе вызываешь. Скорая приезжала, тоже они заметили вот это все. Я объяснила, они сказали нам, что это очень опасно при таких запахах. И если что там у вас под полом такое делается, жить ни в коем случае нельзя. Вот этого может быть и одышка, и астма все на свете. Как говорит жительница соседнего дома Дина Якунина, у них была такая же ситуация. Вот только разрешила она ее вместе с сыном на собственные деньги. Задыхались люди на улице, представьте. Когда он пошел, открыл подвал, а в подвале по поездам, фикакали, весь там канализация вся текла в подъезд. Вот туда, в подвал. Он нанял машины, выкачал синезаторские. Нанял людей за свои деньги, все, представьте. Значит, трубы купил, арматуру купил, тройники. Вот эти все-все-все-все-то купил. За свои деньги уплатил он 135 тысяч, сделали канализацию. Сотрудников по КСК мы на рабочем месте не застали. Далось встретиться лишь с бухгалтером. По словам женщины, они не могут обеспечить дом всем необходимым из-за должников. Как говорит Людмила Султанова, долг этого дома перед обслуживающей организацией – 5 миллионов тенге. Сейчас, по ее словам, сами должники предложили поменять канализацию в сумму долга. Мы ее прочищаем, она опять, 3 тысячи сантехнику отдаем. За 500 тенге ни один человек не полезет в это. Мы сами сидим в этом же помещении, сами же этим и дышимся. Оплата маленькая. Сейчас вот два должника с этого дома, задолженность хорошая у них, что они взялись за это дело сами. Вот вызвали сегодня эскаваторщика, выкопали яму. Вот только жильцы говорят, что выкопанная яма появилась после того, как они предупредили по КСК о приезде нашей съемочной группы. В отделе жилищной инспекции города о проблеме уже знают и будут контролировать. Правда, от комментариев они отказались. Как отметила в телефонном разговоре, исполняющая обязанности руководителя жилищной инспекции Жанна Хасанова, в ПКСК ее заверили, что канализационные трубы они поменяют в ближайшее время. Виктор Ваташко, Екатерина Комиссарова, РТН. Для выпускников Кустанайской области сегодня прозвучал последний звонок. Больше 4 тысяч девушек и юношей на торжественной линейке официально попрощались с уроками и учителями. Впереди ребят ждут итоговые экзамены и единое национальное тестирование. Государственные выпускные экзамены для них пройдут с 29 мая по 9 июня. А ИНТ они будут сдавать с 20 июня по 1 июля. В целом, по области в едином тестировании примут участие 3201 выпускник. Уважаемые выпускники, для вас сегодня наступил особенный день. Вы вступаете во взрослую жизнь. Вас ждут новые открытия и достижения. Будущее страны в ваших руках. Желаем удачи в дальнейшем. Брендовые костюмы, рэпы, флешмобы. Так, к последнему звонку подготовились кустанайские школьники. Сегодня торжественные линейки прошли во всех городских школах. Но не везде церемонии были традиционными. Во многих учреждениях к празднику подходят по-новому. О том, как сегодня выглядят современные выпускники, расскажет Динара Абдирова. Рэп, флешмоб или красочное представление. Именно так сейчас 11-классники проводят свои торжественные линейки. Сценарий продумывается активистами до мелочей. Главное, чтобы музыка, свет и декорации были необычными. Каждая школа креативит как может. В реальности их задумки воплощают родители. Сейчас время IT-технологий, всяких этих новых волнений, направлений. Исполнение даже наших деток в процессе мероприятий рэп-жанра. Экономический вопрос в первую очередь. Но тем более для ребенка, который заканчивает школу, ничего не жалко. А девушке уже заранее готовится и к предстоящему выпускному. Школьница Сабина Бекмагомбетова уже купила итальянское платье, туфли и записалась к визажистам. Не оставила Сабина в тени и последний звонок. К этому дню делится девушка, готовилась тоже тщательно. Туфли я специально поехала в Астану, купила в Астане туфли. Форму я на заказ шила всю, новую рубашку купила, все по-новому сделала. Маникюр я делала за три недели, конечно же. Я как-то волновалась, что мне сделать. Потом все-таки я нашла в себе стиму и сделала то, что я хочу. Своему виду большое внимание уделили и юноши. Сегодня современного выпускника отличали стильные стрижки и брендовые костюмы. Сегодня я уделил много внимания на костюм, на ленту. Это костюм фирмы Glassman, сделан в Казахстане, 35 тысяч тенге стоит. Даже выпускная лента в этот день у каждой школы разная. Если одни выбирают ленточки цвета флага, то другие – лиловые, темно-синие и красные. Все это сегодня можно встретить на улицах города. По традиции, кустанайские выпускники после линейки отправляются гулять в парке и на набережные. Сейчас мы пойдем в центр фоткаться, а после поедем отдыхать. Два класса вместе с родителями, с сопровождением полиции поедем отдыхать. Последний звонок был особенным не только для ребят, но и для родителей. Сегодня, как они говорят, традиционные линейки кардинально изменили формат. В нашей выпускной, наверное, ленты были, цветы были, да, но не было фото и видеоаппаратуры, не было технических новшеств, не было, вот знаете, как бы сказать, чувства, наверное, были такие же, какие у них, но сейчас в более в новом формате. Вместе со временем изменились и сами выпускники, и их цели. У многих грандиозные планы после окончания. Первый шаг к планам придется сделать через несколько дней. Впереди ребят ожидает итоговая тестация, а в июне многим предстоит сдать вступительные экзамены в ВУЗы. Монорбек Усколов, Динара Абдирова, РТН. Посвятить время экзаменам можно смело в предстоящие выходные, поскольку прогноз, который озвучили кустанайские синоптики, совсем не для прогулок. В область пришел циклон, который принес с собой осадки и ветер. 26 и 27 мая на большей части территории региона ожидается местами гроза, шквал, возможен даже град. Все это с ветром до 15-20, а местами 28 метров в секунду. Ночью возможен дождь со снегом. В субботу температура ночи ожидается плюс 3, плюс 8, местами плюс 13, 18 градусов. Днем плюс 10, 15, местами 20, 25. В воскресенье ночью будет холоднее, температура 0, плюс 5 днем, плюс 10, 15, местами плюс 20 градусов. Это все, но только у меня, а вас еще ожидают новости спорта. До свидания.